Индейцы майя забивали в челюсти куски ракушек, чтобы заменить выпавший зуб. Малоприятная процедура. Эти ракушки можно назвать первыми зубными имплантатами. В наши дни титановые имплантаты прекрасно заменяют зубы, и их не требуется забивать. В середине 20 века было обнаружено, что титан — металл, срастающийся с костью. Возможность дела титановые имплантаты перевернула восстановительную стоматологию. Для того, чтобы изготовить имплантат, берется прут из чистого титана. Из этого 4-метрового прута получится более 2000 имплантатов. Рабочий вставляет прут в зажимное приспособление, которое удерживает прут горизонтально, и включает токарный станок. Титановый прут вращается, автоматизированные инструменты обтачивают его и наносят резьбу. Резьба необходима для закрепления имплантата в челюсти пациента. В процессе обработки резьба наносится в несколько приемов. Автомат зажимает имплантат и отрезает его до нужной длины. Автоматизированный дрель делает в имплантате сквозное отверстие и наносит изнутри резьбу для прикрепления коронки. За несколько минут цельный металлический цилиндр становится имплантатом с резьбой. Робот берет имплантат и отвозит на станцию очистки, а затем на так называемый визуальный контроль. Камера делает снимки имплантата со всех сторон и отсылает снимки на компьютерный анализ. Если компьютер подтверждает, что все размеры соответствуют заданным, автомат ставит имплантат в гнездо на лотке. Когда лоток заполняется, рабочий накрывает его ячейстой крышкой и ставит в металлическую корзину. Это удерживает их на месте во время чистки в специальной установке для обезжиривания парами. Пары растворителя окутывают имплантаты, счищая остаточную смазку, использованную во время токарных работ. Далее имплантат фиксируется в зажимном устройстве и следующий автомат надевает на него пластиковый хомут. Хомут надевается временно, чтобы защитить наружную сторону имплантата в процессе окрашивания. Автомат помещает перевернутые имплантаты в слабую кислоту, через которую пропускается электрический разряд. От величины напряжения зависит цвет имплантата. С помощью цвета отмечаются имплантаты разного диаметра. Процесс называется анодированием. Защитный хомут удаляется. Имплантаты вкручиваются в другой лоток. Это не позволяет им выпасть, когда лоток переворачивается и погружается в кислоту, чтобы анодировать имплантаты снаружи. На этот раз анодирование служит другой цели. Поверхность становится более пористой, что улучшает соединение челюстной кости с имплантатом. Трансформируясь, имплантат искрится в растворе. Вот как выглядит пористая поверхность под микроскопом. Автомат переносит зубные имплантаты на другой лоток. Они готовы к финальной очистке. Их погружают в резервуар с горячей очищенной водой. Генератор посылает в воду звуковые волны высокой частоты. Создаются пузыри и волны, мягко очищающие имплантаты. После стерилизации эти титановые зубные имплантаты готовы заменить отсутствующие зубы. Стоматолог вкручивает имплантат в челюстную кость и закрепляет в нем специально изготовленную керамическую коронку. Со временем кость срастется с искусственным зубом, что гарантирует его долговечность. Улыбайтесь широко. Продолжение следует...